Мы очень рады приветствовать вас. Вы ваши герои, что пришли в воскресный жаркий день к нам учиться. Это говорит о том, что вы все любите эту профессию. Так же, как и мы, да. Мы долго ехали, сегодня встали в 6 утра и встречались в 2 часа. Все было с заключениями. Хочу представить, кто не знает, это наш уже давний партнер, с которым мы сотрудничаем. Польша, Париж, Греция, Кельсинки, Италия. Аня к нам приближает уже второй раз. Нам понравилась ее подача материала. И, конечно, завтра у нас главный день. Тот, кто хочет и интересуется конкурсом, у нас будут практические занятия, консультации. И мы уговорили Аню сегодня провести еще бонусом мастер-класс по стрижкам. Аня Зиньковская, если кто не знает, это обладатель республиканского Оскара, обладатель собственной школы, международная судья. Сама многократно побеждала на конкурсах. Ну, в общем, и очень хороший и предолюбивый человечек, который с удовольствием поделится с вами своим опытом. Спасибо большое, Алина, за теплые слова. Мне очень приятно, что вы пришли сегодня ко мне. Я очень постараюсь сделать все, чтобы вам было интересно, чтобы не было такого, что что-то надоело, что-то уже от чего-то там устало. Может быть, эта схема уже обросла какими-то моими деталями, но она вот именно этой мадам не подходит. А вот тут бы вот из той стрижки можно было бы челку сюда переместить. Ну, в общем, мы в любом случае об этом думаем. И проектирование стрижки приходит нам в этом смысле на помощь. Если в прошлый раз, когда я была здесь в январе, мы уже начали рассказывать, я дотронулась до этой темы проектирования стрижки, сейчас тоже хочу немножко об этом поговорить. Напомню вам тем, кто был, может быть, что-то будет новое для тех, кто не был. Расскажу о том, чем можно пользоваться, чтобы можно было эту стрижку собрать как конструктор. Вот там одна деталь из одной, вот схемы, другая деталь из картинки в интернете и так далее. Наша первая модель. А мы пока поговорим. Адаптация, идите сюда. Огромное вам спасибо, что вы согласились. Наша модель. У нее практически классическая стрижка. У нее каре с небольшим удлинением к лицу. У нее достаточно высокий лоб, я предлагаю немного укоротить челку. Чуть-чуть. Вот. И я бы хотела немного приподнять затылок. В принципе, эта стрижка классический салонный вариант, но хотела бы обратить ваше внимание на несколько нюансов, которые вам, возможно, потом пригодятся в работе. И я бы хотела показать для вас, ну, с моей точки зрения, самое идеальное соединение углов для стрижки боб. Когда форма получается действительно очень идеальной просто. Ну и, соответственно, тоже нужно обратить внимание на боковые секции, чтобы не сделать дырку. Начинаем поиск лобных впадин. Вот у нашей модели они очень ярко, хорошо выражены. Вот это вот как раз они. И мы начинаем выбирать подковообразный пробор, стараясь не забыть вихры оставить внутри этой лобной подковообразного пробора. Вот это должно быть здесь. Ты понял, ты решил за мной не гоняться и перейти в другую сторону. Да? Я понял. Стараемся, чтобы наши проборы были, естественно, как можно четче, аккуратнее и симметричнее. Если анатомически правильно найдем эту линию, нам не обязательно даже стягивать зажимом. Причем, когда мы стягиваем зажимом, видите, эта линия деформируется. Поэтому на это тоже обращайте внимание, пускай будет свободно. Если деформируется линия, наш мозг воспринимает больше ровные, систематические какие-то линии. Если они уже более параллельные, пускай они будут всегда параллельные в работе, в стрижке. Если они там перпендикулярные, пускай будут перпендикулярные. Окей. Дальше. Теперь делим голову сзади пополам. Когда мы работаем с короткими волосами, лучше использовать короткую расческу. Когда работаем с длинными, лучше использовать длинную расческу. А еще важно, когда мы стрижем женские стрижки, использовать ее, чтобы она была такая твердая. Когда очень эластичная расческа, при натяжении пряди у нас натяжение пряди неравномерное. Где-то провисает, где-то сильно натянуто, и потом у нас дефекты в стрижке. Визуально ищем наиболее выстоящую часть сбоку. И от этой части делаем пробор к ушку. Очень важно, чтобы этот пробор, которым мы отделяем нижнюю затылочную зону, от верхней затылочной зоны, не проходил через середину уха. А чтобы все-таки был на верхушке ушка. Вот, это важно. Мы таким образом не украдем у нижней затылочной зоны достаточно много волос. Хорошо? Нам же при стрижках боба, либо каких-то длинных форм, очень важно сохранить густоту линии. Правда? Наши клиентки, у которых длинный волос или линия боба, они хотят, чтобы волос было визуально гуще. И если мы прореживаем очень сильно линию, мы, во-первых, визуально в длине теряем, а во-вторых, ну вот эти волосы смотрятся так, как будто их стригли два года назад. Правильно? Вот это универсальное разделение для стрижек, подходит это разделение и для длинных форм, и для коротких, и для асимметрии, для всего. В линии боба, вообще в стрижках, которые каким-то образом у нас связаны со словом каре, боб, каре, лонг боб, градуированный боб, очень важно пропорцию соблюсти, потому что мы можем сделать все правильно, и угол соблюсти, и аккуратную работу сделать. Но если изначально пропорция потеряна где-то, то стрижка не смотрится. Для бобов вообще идеальная длина, ну для классических бобов, вот ее нужно делать вот там, где голова начинает заваливаться назад. Если мы сделаем чуть-чуть пониже, эта стрижка тоже будет в принципе хорошо смотреться, но потеряет форму быстрее, если мы сделаем ее вот эту вот самую-самую первую прядь вот на том стыке, где голова начинает идти назад. Для лонг боба, да, для вот этого вот популярного сейчас лучше ориентироваться на седьмой позвонок. Вот это вот такая горка вот здесь, тоже каждый ее имеет, у кого-то она хорошо выражена, у кого-то не очень. Просто если мы сделаем лонг боб на уровне этого седьмого позвонка, ну вот он где-то вот здесь, если мы волосы с боковых секций перетянем назад и тоже сделаем их на уровне этого седьмого позвонка, то когда они вернутся назад, они как раз у нас прикоснутся к ключицам, вот чуть-чуть ниже, да, вот тут вот. И тогда этот лонг боб будет долго держать свою форму, то есть не будет вот этих вот моментов, когда волосы выворачиваются из-за движений плеч в разные стороны. Вот вроде бы красивая форма, а не держится, потому что вот длинновато. Вот если я сейчас отращиваю, вот ничего страшного. Но вообще, если мы хотим сделать классический лонг боб, чтобы он долго держал форму, стараемся ориентироваться на седьмой позвонок. Можно сразу всю секцию простричь под углом 0 градусов. Если у нас какие-то достаточно сильные завихрения, вот там внизу, вот тогда мы можем, в принципе, поделить ее на пару слоев и состричь постепенно. В принципе, у нас недавно была стрижка сделана, правда? Да. Ну вот, поэтому мы совсем вот тут, она находится, вот первая наша линия, на нужном нам месте. Ну я вот, должна же подстричь? Я вот один миллиметр все-таки там, в любом случае, да, я один миллиметр сделаю. Верно вас. Легкий наклон головы вперед. Не сильный, только легкий. Если мы очень сильно наклоняем голову вперед, напрягаются мышцы шеи, и потом у нас не очень ровная линия. Еще нужно обратить внимание на позицию ног клиентки. Когда мы стрижем линию боба, когда наша клиентка сидит вот таким образом, у нее тоже напрягаются мышцы шеи неравномерно, и тоже линия потом у нас косит. Важно в создании этой ровной линии стоять непосредственно возле этой ровной линии, напротив, да, нее. Эту линию боба важно сделать слегка вогнутую. Мы, если будем стричь ровно, мы повторим окружность шеи, и потом, когда волосы высохнут, они у нас будут такой улыбочкой. По бокам они будут более приподняты, да. Поэтому, чтобы линия была ровна, мы ее изначально стараемся сделать более выгнутую такую, да. Начинаем посерединке. Палец для нас тоже служит определенным ориентиром. Если палец ровно, и ножницы ровно по отношению к горизонту, и линия будет ровна. Если мы пальцем типа просто придерживаем, то линию можем тоже немного закосячить. Поэтому вот такая аккуратность лучше, чтобы была всегда. Когда нужно сделать, продолжить линию с одной стороны, я меняю свою позицию и немного тоже отклоняю голову от себя. Точно так же пальцем. Придерживаю волосы и создаю вот эту выгнутую линию. Возвращаюсь, делаю еще два шага. И вот теперь тоже немного отклоняю голову. Когда я работаю сразу с целой партией, вот с этой секцией нижней затылочной, я не обращаю, в принципе, внимания на вот эти вот завихрения, которые внизу. Если я начну сначала с них, то я могу просто потом, во-первых, я теряю время, а во-вторых, потом они у меня могут повлиять на красоту моей линии. Поэтому лучше мы сначала создадим линию, а потом уже, если нужно, мини-катом, немного эти вихры сзади подстрижем. Ну вот, значит, первая наша секция прострижена под углом 0 градусов. Вот, в принципе, вот уже чуть ли не треть стрижки уже создана. Теперь будем работать с углом 90. Важно сразу, так как мы люди еще, как бы, люди очень аккуратные, сразу найти границу плоскостей. Плоскости затылочной и боковые. Так как уже говорила, они вот не здесь начинаются, они начинаются у нас вот там, где нарисованы у нас у всех сзади затылочные углы. Вот это уже боковая секция. Вот это. Далеко за ухом. С этой стороны точно так же. Окей. Вот эта вот комбинация этих углов, вот, как по мне, она самая вообще классная. Сейчас верхнюю затылочную зону мы будем стричь под углом 90 градусов по отношению к голове. И распределение у нас будет в затылочную плоскость тоже. То есть мы будем работать не по окружности головы, а вот все, вот, 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 все назад. Вообще можно проследить тенденцию. Когда мы работаем, когда мы делаем стрижки на длинные волосы, мы в основном работаем только с верхней нашей плоскостью. В основном мы работаем с линией под колообразным пробором, с фронтальной этой зоной. И мы все волосы в основном для длинных стрижек. Мы тянем наверх. Вот, либо вбок. То есть вот мы как бы стараемся их от головы как можно дальше отделить, отдалить. Когда мы работаем со средней длиной волосы, и в основном это у нас бобы на удлинение, или может быть, это бобы могут быть без удлинения, да, мы в основном работаем с затылочной плоскостью. То есть мы волосы даже с боков все время стараемся перетянуть назад. А когда мы работаем с короткими волосами, мы в основном работаем по окружности головы. Правильно? Повторяем окружность головы. Окей. Поэтому мы сейчас вот эту вот зону будем стричь под углом 90 градусов относительно поверхности головы. Этот угол, в принципе, очень легко сделать, когда мы стоим, если мы правши. Когда мы стоим с левой стороны, и наша лапка сверху. Вот нам так вот намного проще и плоскость эту сохранить, и угол тоже сделать. Поэтому мы работаем так. Начинаем с серединки. Желательно, чтобы вообще шаги в стрижке всегда были к чему-то привязаны. У меня они, например, привязаны к ширине расчески. Степы такие. Если они все будут, наши пряди, с которыми мы работаем, приблизительно на ширину расчески, тогда вообще нам будет просто стрижку сделать геометрически правильно. Не будет никаких у нас потом проблем. Первый степ, вот наша первая прядь. Я себе ее освободила, освободила ее от остальных волос. Да, ее можно считать контрольной. Она будет привязана у нас к длине, которую мы создали на нижней затылочной. Плоскость затылочной секции. Вот длина уже у нас есть. Очень близко к голове расчески и пальцы. Отъезжаю. Вот мой угол 90. Вот моя длина. Смотрю, как получилось. Получилось замечательно. Иду дальше. Я могу идти, в принципе, или в левую, или в правую сторону, неважно. Но если мы люди правши, Ну, если левши, там другая история. Если мы правши, мы когда работаем с левой стороной, мы с углом 45 градусов, например, нам легко делать этот угол, потому что, создавать этот угол, потому что мы можем упереть нашу руку в голову. Там упор сделала, угол создала, длину соблюла. И вот так мы и идем, да, по всей голове, например, если мы делаем стрижку по окружности головы. Когда мы переходим на правую сторону, этот угол уже нам сложно сделать. Без упора уже нет. Мы уже пальцы не можем на голову поставить. И мы этот угол в основном делаем на весу уже. За счет того, что мы пока были слева, наша рука привыкла к этой длине. Когда мы переходим на правую сторону, наша рука помнит и помогает нам создавать ту же самую длину с двух сторон симметрично. Окей, центральная прядь контрольная уже готова. Следующий степ тоже на ширину расчески. И теперь он содержит у нас 50% уже остриженных волос и 50% еще не остриженных. Точно так же начинаю свой путь от головы. Я вижу свой предыдущий срез, предыдущую прядь. Срезаем. Возвращаюсь. Смотрю, как дела. Продолжаю. 50% остриженных, 50% не остриженных. Помню о том, что... Вот в этом моменте голова уже начинает закручивать, закругля. Помню о том, что я работаю только с затылочной плоскостью сейчас. Поэтому мои пряди будут идти четко назад. У меня проблемы. Я постоянно выгибаю пальцы. Нужно... Ну вот, кстати, нет. Для того, чтобы не было очень тяжелой массы, я стараюсь не подтягивать к середине, а работать вот... Она на своем месте. Да, посередине пряди. Я стараюсь ее оттягивать, вот так как она растет, но только распределение я стараюсь делать не по окружности головы, а назад. И точно так же я не меняю свои позиции, я остаюсь с левой стороны и лапка сверху. Прострижена эта часть. Я для контроля немного все-таки залезу на боковую секцию, но оттяну ее назад, для того, чтобы потом мне было проще поработать с боками уже. Раз. 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 И тут чуть-чуть захвачу, так для памяти. Это у меня немножко перевожу контрольную прядь на другую секцию. С одной и с другой стороны. Как мы теперь поступим с боковыми секциями? Нам достаточно их будет поделить на две части только. Не морочиться вот с этим вот. Нам достаточно поделить на две части. Есть у нас граница плоскостей. Вот это она, граница плоскостей. Вот это граница плоскостей. Мы часть, а есть линия равновесия, которая проходит линия через наивысшую точку головы. Мы вот эту вот часть за ухом можем перетянуть либо до конца назад, до затылочной плоскости, либо оставим ее, сострижем ее, стоя на границе двух плоскостей. Как бы трошечки по-польски. Вот как бы да, вот немного по отношению, по отношению к голове все равно будет 90. Просто я буду стоять вот на перекрестке. Вот тут. Не сбоку, не сзади, а вот как-то посередине. За счет этого, если мы сделаем перетяжку в эту секцию, распределение, если мы сделаем вот именно вот сюда, мы сможем сохранить густоту линии внизу, но при этом не будет тяжелого уха. Вот бывает иногда, вот не хочется. Лицо не позволяет сделать большой тяжелый объем здесь. Поэтому делю боковую зону на две части. Вот одна и вторая. И перетягиваю. Беру для памяти, для контроля, прядь, которая сострижена под углом 90 с оттяжкой в затылочную плоскость. И забираю всю эту секцию, расческой подтягиваю, стою как раз на перекрестке двух плоскостей. Чтобы правильно соблюсти плоскость и угол, я палец ложу на вот этот как раз пробор, ну вот на вот эту вот как раз границу двух плоскостей. Я палец положу вот как раз на границу этих двух плоскостей. Сначала я расческу сюда подтяну, чтобы мне было проще. Подставлю палец и отъеду под углом 90 градусов. Вот это у меня выпала моя нижняя затылочная зона. Очень хорошо, что она выпала. Если бы она у меня осталась в руках, я бы срезала не под 90, а вот немного вот туда вот, под углом больше 45, я могла бы испортить густоту вот этой линии, да. И у меня осталась еще одна секция височная, которую я подтяну к линии равновесия и немножко возьму волос для контроля вот отсюда. Проблема с асимметрией в бобах решена. У нас всего две пряди с одной стороны и всего две пряди с другой стороны, которые мы можем в принципе либо полностью подтянуть назад, либо распределить их вот таким вот образом, либо вот эту вот височную подтянуть тоже к границе двух плоскостей. То есть уже существует несколько вариантов. Точно так же стараюсь расческой всю секцию забрать. Расческа у меня ровненько останавливается на проборе на этом. Я палец подсовываю под расческу и отъезжаю, ищу. Вот он мой 90 градусов. Вот он мой угол. Мне осталось только контур сделать. Очень мягкая получается градация. То есть у меня получается они сразу и по длине немного прострижены, и по густоте тоже. Можно еще кое-что сделать. Можно вернуться к границе плоскостей и всю вот эту вот прядь, обойдя голову с другой стороны, подтянуть наверх и еще больше ее проредить. Вот моя длина. Если я сейчас уберу и эти волосы, она у меня будет легкая очень. Очень важно помнить вот об этом, что у нас боковая зона начинается не вот здесь, не на ухе, а вот прям на шее. Вот она сзади. Вот теперь, чтобы сделать контур, опять же, немного мы можем наклонить голову назад. И вот этот контур мы уже можем сделать таким образом, вот как нам хочется. Вот я бы, наверное, чуть-чуть укоротила бы, хотя... Нет, я его оставлю. Вот стрижка была же недавно сделана, правда? Ну вот пускай это удлинение останется. Очень часто бывает так, что мы на мокрую делаем контур, волосы высыхают, вот мы там уже сделали проработку, персонализацию, все дела, голову отклоняем, и у нас вот такая вот висит штучка. Вот такая. Бывает? Это ухо. Ну, все нормально. То есть мы, когда на мокрую делали оттяжку волос вниз, вот здесь ухо нам, в принципе, типа не мешало, а потом, когда волосы приподнялись от кожи головы, вот уже объем мы создали, наклоняем, а вот оно вот тут. Ничего страшного. Такое бывает, когда мы делаем челку у людей, у которых такой мысик большой. Вот ты вроде бы челку на мокрую простригла, все хорошо, просушила, а вот у тебя идет линия, и вот такой мысик повторяется. Ну, просто коррекцию сделать, и все. Никакой ошибки в этом нет. И ухо тоже. Вот здесь нам вот это там. Да, всегда. Чего-то там вылазит у нас. Важно, когда мы стрижем волосы, контур, когда мы делаем по бокам, не оттягивать волосы. Вот пускай они вот в свободном падении будут. Это не я. Это вот, кстати, вот... Вот это вот ошибка. Вот это не я. Вот, видите, очень часто такое можно встретить. Не потому, что, ну, предыдущий мастер плохо сделал свою работу, просто действительно нас никогда не учили обращать внимание на то, что вот это вот, это боковая зона. Мы же даже в бок видим, с профилем мы видим вот эту секцию за ухом. Вот. Получается, когда мы вот эту часть воспринимаем как затылочную и стрижем ее как затылочную, вот эту вот часть, мы не учитываем вот этого вот, вот этой линии. Грубо говоря, вот здесь же из-за уха у нас волос-то нету здесь. Здесь получается волос в два раза больше, чем и здесь. И нам это нужно в любом случае как-то компенсировать. Вот что-то нам нужно с этим сделать. Вот я придумала вот такой способ. Но для меня он самый-самый, самый-самый эффективный. До линии равновесия я поправила контур. Вот это уже дизайн. Если будут они чуть-чуть длиннее, эти волосы, они вообще на форму уже никак не повлияют, но создадут определенный акцент. Вот они не будут тяжелыми ушами висеть, но при этом вот будут чуть длиннее. Хорошо. Визуально одеваем коробочку. Проекцией пытаемся понять, где находится граница двух плоскостей. Затылочной и боковой. Сейчас воду еще побрызгаю. Вот уже даже видно, как у нас вот эта вот боковая часть поделена на две части. Уже сразу. Вот линия равновесия, наивысший пункт головы и пробор от уха до уха. Вот. Вот наша боковая секция. Вот она, уже поделена. Я немного волос, чуть-чуть, беру для контроля. Уже простриженных по отношению вот была оттяжка в затылочную плоскость. И теперь всю вот эту, абсолютно всю. зону, сразу секцию, целиком. Я прочесываю и иду. Я стараюсь себя поставить как раз на границу этих двух плоскостей, на перекресток. Если я буду стоять здесь, я автоматически перечешу ее далеко. Либо если я буду стоять здесь, ну вот тоже могу автоматически ее перечесать не в ту сторону. Я стараюсь себя проконтролировать и сразу встать в то место, куда мне надо. Можно? Наклоните голову. Вот так вот. Да. Мы же люди жадные. Мы же все себе тянем и все тянем к желудку. Вот если я стою как раз вот здесь, то я все буду на себя и тяну. Расческой стараюсь всю эту прядь, перечесать к этому пробору. Пускай расческа остановится на этом проборе. Мой палец под расческой оттягиваю и делаю угол 90. Я могу сделать 45, если надо, но тут в этом случае я делаю 90. Раз. Потом я подхожу к линии равновесия. Здесь беру немного волос для памяти, для контроля. И делаю точно так же. Беру всю секцию, расческой постараюсь подтянуть ее, останавливаюсь на проборе, палец на пробор 90. Окей. И все. Все. Больше ничего не надо. Вот этот способ нам позволяет сделать с другой стороны точно так же. Вот это вообще будет очень просто, идеально. Просто, просто, просто. Вот она. Коробочка. Сразу делю на две части. Отчесываю сразу всю секцию. Прочесываю так, чтобы никаких там петелек не осталось. Я не стараюсь захватить нижнюю затылочную зону, она мне не нужна. Она короткая, она все равно выпадет. Зачем нам тратить ресурсы, у нас пальцев все равно не хватит, на то, чтобы захватить две секции сразу. Поэтому, если они выпадут отсюда, ничего страшного. Прочесываю. Палец ложу на, кладу на пробор. Вот моя контрольная прядь. Раз. Хорошо. Здесь тоже немножко беру для памяти. Всем все видно. Для контроля. И точно так же оттягиваю всю секцию. Палец. Отъезжаю. 90. Все. Если коррекция лица, нам нужно сделать коррекцию лица и каким-то образом сбалансировать форму лица, тогда мы, как я уже говорила, подтягиваем волосы с каждой с этой секции наверх и немного прорежаем ее. Ну, это не важно. Сейчас не буду этого делать. Сидесячно. Переходим к стрижке. Макушки. Продлеваю линию от наивысшей точки головы. От уха до уха. И расчесываю волосы назад. Все. Мочу. В Италии не понравилось, что я так подробно рассказываю. Не понравилось? Ну, не то, что не понравилось. Барберы шикарные. Да, они мужчины стригуют в два раза дольше, чем женщины. Ну, и вот это для них вообще было что-то такое. Ну, вот. Да. Как стрижем макушку? Макушку мы точно так же будем оттягивать в сторону затылочной плоскости. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот... Сейчас тоже вам тут открою, революцию сделаю. Вот эти вот части на макушке, они тоже относятся к боковой секции. Если мы их будем стричь по отношению к голове вот так, то вот здесь потом в линии будет небольшой косяк. Ну, косяк. Если мы... Бобби, да. Если мы вот эти вот части, которые относятся у нас к боковым секциям, оттянем тоже в затылочную секцию, когда волосы вернутся назад, они нам еще лучше скомпенсируют вот эту вот часть за ухом, где нет волос. Вот так. Вот. Поэтому мы волосы макушки стрижем тоже в сторону... Распределение делаем в сторону затылочной плоскости. Точно так же начинаю стричь... Осторожно. Точно так же начинаю стричь по серединке. Точно так же мой первый срез будет... На ширину расчески. Я точно так же продолжаю стоять с левой стороны, но в этот раз вот здесь я буду стричь под углом 45 градусов. Вроде бы я повторяю линию ровную, но почему этот 90 и этот 45 называется? Потому что здесь голова начинает закругляться, и по отношению к голове это уже 45. По отношению к горизонту 90. Если мне нужно будет на макушке сделать 90, тогда это будет выглядеть вот так. Вот так. Но тоже, если я хочу, вот эта вот стрижка нам позволяет манипулировать, да, формами. Мы можем эту часть по-другому подстричь, вот эту часть по-другому подстричь. То есть у нас уже появляются какие-то варианты. С одной схемой у вас будет минимум 6 вариантов стрижки. Пользуйтесь на здоровье. Окей. Точно так же я стою слева. Если положу расческу на голову и отъеду, я сделаю угол 90. Видно все? Если я расческу изначально поставлю по отношению к макушке под 45, вот таким вот образом, то есть для меня как циркульт просто, я сделаю угол. 45. Вот он. Я слежу постоянно. Это я была у тренера тоже. Индивидуально есть дело заниматься. Вот это моя ошибка всегда. Я выворачиваю. Теперь я за собой слежу. Я раньше на это не обращала внимания. Человеку со стороны оказалось виднее. Вот я себя контролирую теперь. Хорошо. Продолжаем. Часть волос. Остриженных. Часть нет. Вот, кстати, нет. Вот, кстати, не радиальный. Нет-нет-нет, ровненько. Все ровненько. То есть я создажу. Раз, два, три. Нет. От точки головы, вот, оно расходится таким, как бы, солнышком. Радиальный пробор, point cut, да, это все вот из одной точки, когда у нас лучи расходят. Нет-нет. Я иду ровненько, но по отношению распределения делаю в затылочную плоскость. Все вот туда-назад. И вот эти вот части на макушке я тоже тяну назад. При коротких стрижках мы обычно работаем по окружности головы, а здесь важно оттянуть назад. Не совсем к середине, но назад. Как бы повторяю форму коробочки. Окей? Вот, смотрите. Вот эти волосы, которые я тянула назад, когда они вернутся, они заполнят. Да, они заполнят мне. Очень часто мы работаем на удлинение, но макушку мы стрижем радиальными проборами, и вот тут у нас потом недостаток. Ну, может, не дырка, но вот что-то там не так. Полноты? Полноты нет. Да, да, да. Вот нет вот законченности формы, правильно? Это самый коммерческий, самый обыкновенный боб, но он будет у вас другой. Он будет красивее. Окей? И вот она еще моя боковая секция. Я могу сразу ее забрать и тоже оттянуть ее назад. Оп. Все. Ну, теперь можем поинтересоваться, где у нашей модели пробор. С какой стороны? Вот с этой, по-моему, да? Обычно, да. Обычно, да. А вы перекладываете на другую сторону волосы? Обычно нет. Ну, в общем, в принципе, вот здесь мы уже стрижку можем сделать более статичной. Мы будем ориентироваться на этот ее, вот-вот, на пробор. Лобная впадина ниже, чем боковой пробор. Вот он. Оп. Ну, для полноты формы, так как здесь волос у нас в два раза меньше. Вот эта вот соединительная зона, пускай будет такая же, как и мой бок. Я сейчас всю секцию, очень удобно работать целой секцией. Ты сразу, как, не знаю, как конструктор лего, собираешь стрижку из отдельных элементов. Я всю вот эту секцию сейчас подтяну точно так же, как я стригла висок. Вот сюда. Нарисую, чтобы никто не забыл. Вот сюда. Ну, я вообще-то здесь сейчас. Тори, я вот здесь. Таким образом мы оттянем эти волосы от опасных зон на контурах, которые вот очень слабые всегда. Всегда очень мало волос. Таким образом мы компенсируем линию, длину волос. Я не сильно затягиваю, нет? Все хорошо? Мы вовремя вообще? Сколько времени? Окей. У меня только вот небольшой уголок. Забрать, и все. У меня осталась вот эта вот часть. Я сейчас тоже здесь найду соединительную зону. И сделаю точно так же, как и височек. Все точно так же. Ой, не везу я. Расческа останавливается на приборе. Пальцы отъезжают под углом 90 градусов. Окей. Вообще, вот эта вот часть уже, в принципе, на форму не влияет. Мы можем ее подстричь. Она, наверное, и была так прострижена. Под углом 90. Ну, пока я ее трогать не буду. Вот эта вот часть у нас осталась последняя. Я так, да, да. Вот как раз я так и сделаю. Я пока не буду ее трогать, потому что вот для Боба она все-таки коротковата. Правда? Ну вот. Все. Спасибо. Здесь наш пробор. Теперь по поводу челочки. Вот было бы замечательно, если бы она была бы все-таки чуть-чуть длиннее. Правда? Может быть, потом, когда уже высушу. Все-таки, скорее всего, с одной стороны, по идее, волосы сейчас трогать по длине нельзя. Потому что мы тогда обратим внимание на все... Обратим внимание народа, да? Когда мы сделаем волосы на уровне вот этого вот подбородка, мы обратим внимание на все нюансы, которые у нас на нижней части лица находятся. Лучше все-таки волосы оставлять немножко длиннее. Но за счет того, что у нас достаточно короткая вот эта вот часть, вот будет... Они будут легковатые такие. Они будут выворачиваться потом. Ну, вот лучше пускай выворачиваются, чем подчеркнуть все достоинства, да? Вот. У меня челка. Есть очень хороший способ, универсальный, который тоже подходит вообще для любой работы. Челка наискосок. Как делаем? Вот наш пробор наискосок, который проходит обычно через середину брови. Есть вот эта вот так называемая линия обруча, да? Вот куда вот дальше очки уже не проходят. Она находится вот примерно вот здесь. Есть линия точка. Точка лобной впадины. Появляется треугольничек. Один. Один треугольничек. И от этой же точки я продлеваю эту линию до... На здоровье. До начала брови. Вот эта у меня будет самая короткая часть на челке наискосок. Это будет наша контрольная прядь. Опять же, лучше намочить волосы, чтобы они были равномерно увлажнены. Это челка. Я сейчас повторю. Здесь конец брови здесь. Да. Ты делаешь треугольничек, который, ну вот линию, если продлить, начинается на начале брови и на конце брови. А посередине боковой пробор. Если у меня какое-то несовпадение в линиях, когда я дорабатываю, это не значит, что я что-то накосячила на мокрую. Так и должно быть. Пускай оно останется. Я бы хотела, чтобы вот эта вот часть, она доросла. Пускай остается, я ее не укорачиваю. Она, в принципе, на форму, вот эта вот часть, уже вообще не влияет никак. Это вот как раз, если вспомнить разделение головы на часть, где строится форма и на какой-то дизайн, они даже между собой могут вообще не соединяться. Вот как в данном случае. Я вот эту вот, вот эту вот часть, я же ее вообще не стригла. Я немного подкорректировала вот здесь вот линию на шее и все. А за счет того, что вот она не влияет на форму, но влияет на дизайн, вот получилось вот так очень симпатично. А очень часто можно их вообще не соединять. При длинных стрижках тоже. У нас сзади получается, например, красивый такой угол, да? А волосы по бокам вообще могут быть прострижены, вообще не привязываясь к длине сзади. Я филера люблю и уважаю, поэтому... Тоже ими сейчас воспользуюсь, но стараюсь использовать филеровочные ножницы не на длинных волосах, а на уже на коротких. Там, где мне сложно оттянуть волосы для проработки. Их придумал гений. Вот точно так же, как памперсы и посудомойки. И машинки-автомат. Это вещь, которая упростила жизнь всего человечества. Вот он наш акцент. Вот пускай он такой останется. Старайтесь при доработке не делить волосы на зоны. Лучше видеть весь рисунок сразу. Когда стрижем, да, когда мы строим форму на мокрую, нам действительно проще работать, когда волосы разделены по секциям. Когда мы дорабатываем, нам важно видеть весь рисунок. За счет неравномерности вот там вот этих вот контуров, иногда на контуре самой стрижки могут быть неровные рельефы. Вот как раз филерами можем немного скомпенсировать, немного убрать лишний объем, если он где-то есть. Вообще с контуром на пристрижках боб лучше работать на сухую на самом деле, потому что мы не знаем, насколько они в процессе сушки подпрыгнут. Наталья, ты успела сделать макияж? А я умничка. Тебе нужно... Тебе нужно в книгу рекордов Гиннесса, наверное, это дело. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok